В этот день, 4 мая 1896 года, в Петербургском саду «Аквариум» состоялся первый в России киносеанс. В этот день 1935 года Сталин произнес знаменитую фразу «Кадры решают все». Сказал он это на торжественном выпуске советских офицеров. А через несколько лет он санкционирует в той же военной среде масштабные репрессии. 4 мая 1961 года в СССР были приняты дополнительные меры по борьбе с унеядством. В этот день 4 мая родились Фредерик Брокгауз, немецкий издатель одной из первых энциклопедий. Позже его труд станет основой российского словаря Брокгауза «Эфрона». Михаил Шемякин, русский художник, график, скульптор. В этот день также родился Александр Керенский, адвокат, политик, председатель Временного правительства России. Александр Керенский – это тот самый человек, о котором с такой иронией отзывались большевики. Якобы бежавший из Зимнего дворца в женском платье, испугавшись, ворвавшись туда революционеров. Это тот самый земляк Владимира Ленина, так же, как и он, переживший свой звездный час в 1917 году. Кстати, с одной почкой после сложнейшей операции, что, впрочем, не помешало прожить ему до 89 лет. Керенский начал сотрудничать с партией СССР со времен революции 5-го года, отбыв по этому случаю несколько месяцев в знаменитых крестах. Но вскоре революция пошла на спад, и Александр Федорович стал практикующим адвокатом и быстро прославился успешным процессом по защите крестьян, разграбивших дом помещика. Керенский стал охотно вести политические дела. Это приносило известность, и скоро он с легкостью прошел в Государственную Думу. Здесь он стал известнейшим и скандальнейшим депутатом. Один из лучших оппозиционных ораторов в февральскую революцию встретил с восторгом и приложил немало сил для того, чтобы монархия пала. К этому времени он был чрезвычайно популярен в народных массах. 2 марта 1917 года Керенский принял предложение стать министром юстиции при временном правительстве, клятвенно заверив своих сторонников в защите прав простых людей. Он формировал имидж народного министра, приказав максимально упростить свой рабочий кабинет. Одевался в непременный полувоенный френч или даже рабочую спецовку. Через несколько месяцев бывший адвокат стал уже первым человеком в стране. Министр-председатель, человек с репутацией решительного и бескомпромиссного. Он одним жестом мог остановить разъяренную долгу. Видимо, Керенский и правда обладал недюжинными актерскими данными. Но в недолгий свой звездный час он совершил неосторожный шаг. Керенский назначил верховным главнокомандующим генерала Корнилова. Цель благая – навести порядок на фронте. Солдаты тогда буквально втыкали штыки в землю. Но Корнилов пошел дальше. Он предложил ввести Петроград войска и ввести смертную казнь и военное положение в столице. Жесткими мерами восстановить престиж власти. И главное – посчитаться с большевиками, выступление которых с привлеким трудом удалось подавить в том же июле. И вот Корнилов приказывает верным частям двигаться к Петрограду. И вот казачий корпус Крымова уже на подходе, когда Керенский вдруг оборачивается в другую сторону. Он объявил Корнилова нятежником. До сих пор не очень ясно, почему он так поступил и, видимо, боялся за свою власть. Главнокомандующим стал сам Керенский. Он раздал рабочим оружие и даже привлек к боевому сотрудничеству большевиков. Это был, конечно, конец Корниловскому выступлению. Но не только. Это был приговор и власти Керенского. Ведь большевики стали сильны, как никогда. Блестящий оратор и импровизатор в речах, Керенский оказался абсолютно неспособным к решительным действиям. В сущности, он сам вооружил большевиков, которые в октябре 1917 года по-своему отблагодарят его за это. В конечном итоге, его выдуманный побег в женском обличии выглядит не таким уж неправдоподобным в общей логике событий. Он прожил долгую и не очень уютную жизнь в эмиграции. Почти никто из белых эмигрантов не общался с тем, кто почти вручил власть большевикам. Редактор субтитров А.Семкин